Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить в Пенумбру. В последней части мы попали вот в эту вот исследовательскую лабораторию, пройдя по улице. Здесь мы нашли Амабель, которая просит найти ключ-карту, выпустить её. И чё-то, честно говоря, у меня есть определённые подозрения насчёт неё. Возможно, она и заражена, она сидит в исследовательском центре. И, кроме того, здесь входят заражённые. Это очень плохо, потому что они меня пугают. Так, ну, тем не менее, я думаю, мы справимся не впервой. Где он там ходил? И он там был в прошлой серии, и постоянно меня кто-то ходил. Ну ладно. Чё-нибудь придумаем. Блин, я даже не знаю, куда идти. Тут столько развилок. Ой, ой, ой. Это где? Откуда эти звуки? Ой, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Только будь открыта, пожалуйста. Фух. 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 Хе-хе-хе. Он, похоже, где-то прямо за стеной был, да? Ой. О, мурашки по коже. Так, и чё? Отлично. Это здесь, значит... Ляха-муха. Это здесь у нас псарня. Твою мать. Я даже не вижу, где они, и не могу определить, с какого направления идёт звук, и зачем я вообще сюда пришёл. Но мне надо найти ключ-карту, она где-то здесь, в смысле в лаборатории, а вот где именно, это уже совсем другой вопрос. На кой хер я сюда иду? Где-то за стеной кто-то есть. Я надеюсь, здесь одна собака. Фух. 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 Пенумбры, они хоть и были довольно неприятными, но были довольно-таки тупыми. И гораздо более тупыми, чем, собственно, вот эти вот зараженные. Так, собака, по-моему, сейчас где-то там. Я надеюсь, что если я пойду вот так, то не встречусь с ней нос к носу. Не хотелось бы, честное слово. Это я вам точно говорю. Что такое? Правда? О-о-о, эх-эх-эх. Ну вот еще не хватало. Вроде как пустота. Теперь ты можешь представить, как я существую? Как мне тут живется в пространстве, которое ты называешь разумом? И знаешь, меня так бесит, что мы тратим кучу времени на дурацкие коды, рычаги, людскую муть. А оказывается, я могу просто стереть все это в одно мгновение. Раз, два, и ничего нет. Только ты да я на какой-нибудь призабавной вечеринке. Как ты думаешь, я сумею вообразить пару коктейлей? Нет? Значит, надо отсюда выпираться. Что ж, это обязательно плохо закончится. Зато интересно, ужасно интересно. Козел. Вон за той дверью, по-моему, кто-то есть. А, нет, тут не дверь, а просто темно было. Так, кто это тут баловал? Я как делаю вообще, чтобы особо интересно было играть в хорроры? Поставьте себя на место главного героя. Представьте, что это вы тут в потном ватнике с грязным купюшоном находитесь в этой лаборатории. Весь в подбелке, пообтирался об стены. Представьте, что это вы сейчас слышите здесь собаку. Так играть будет намного интереснее. И поэтому вы часто удивляетесь, почему я так пугаюсь. Я стараюсь максимально вжиться в игру. Поэтому, собственно, игры мне этого жанра и доставляют такие ощущения. И именно за это я их очень ценю. Так, это что за дырка там? Это могло сделать животное, только следов когтей я не вижу. Так, мне вообще-то вон туда охота сходить, но там, блин, звуки, поэтому не очень-то и охота. Видимо, между этими дырками могут пробираться собаки. Твою мать. По-моему, худшее место в игре. Твою мать. Здесь сейчас что-то с этой дверью случится. Твою мать. Блин, чё ж ты не закрываешься нормально? Я не хочу туда идти, потому что одна из них по-любому живая. Кто-то же дышал тут. И зачем? Зачем я сюда иду? Но не исследовать я это не могу. Убила другая собака. Надеюсь, так оно и было. А вы, кстати, заметили, что... А, нет. Мне, судя по всему, показалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, чё, ложек жутко-то тут, а? Блин, уйдите, дайкер. Ой, жуть-то какая, ой, жуть. На кой хер я сюда пришел? Тут, похоже, даже в будке-то ничего нет. Какого хера? Ну, как я и говорил, главное в этой жизни побороть свои страхи. Фу, так, теперь можно спокойно выдохнуть, я уже как-то не очень боюсь, потому что я не мертвый. И тут у нас ничего нет, это, похоже, просто для нагнетания такой жутковатой атмосферы. Помещение бесполезное, по большей части. О-о-о-о! Твою мать, надо, блин, передохнуть от этой игры. Твою мать. Я вообще не пойму, что я на это, блин, на псарне делаю. Скотина Кивин прикалывается еще надавна. Без него-то можно с крыши поехать. Так, план моих действий. Если сейчас отсюда или отсюда выбегает собака, я ломлюсь на самый выход и выбегаем нахер из этого помещения. Что это за запах? Псиной пахнет, противник. Так, тут у нас дверь, это хорошо. Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Сюда собака ушла. И какой-то шум за дверью. В общем, ладно. Сейв-поинт. Отлично. Так, что у нас какой-то непонятный аппарат. Его мы погодим нажимать. Понятно. Батарейки. Понятно. Понятно. Так, во-первых, почитаем. Определение эффективности по приказу Илофа Карпентера возвышенного объекта и убор Фриск главный наблюдатель. Исследовательская станция Мануи, Гренландия. Отчет составлен Гарретом Квинн. 20 февраля 2000 года. Мое наблюдение за Фриском начинается сегодня. Я стал его личным ассистентом. И мое наблюдение охватит 6 месяцев. С тех пор, как он принял управление комплексом от Брэна Стафферсона в 80-м году, Фриск представил мне много ценных результатов. Я намерен узнать, почему. 5 марта, то есть меньше, чем через месяц, я наблюдаю за Фриском уже 2 недели. Должен признать, что мои начальные предположения оказались неверными. Он выказывает активность, эффективность и большую приверженность дела. А, большую. Он наглядно продемонстрировал все эти качества на недавнем открытии того, что мы назвали гробницей Турунгай. На главных раскопках. Разумеется, он потребовал полномасштабного исследования. 28 апреля того же года. После открытия гробницы последовала небольшая эпидемия. Отличная возможность понаблюдать, как Фриск справляется с ЧАЭС. 24 мая того же года. Эпидемия совершенно вышла из-под контроля. Произошло много несчастных случаев. Очень трудно поверить в то, что выбор не приложил к этому руку. 13 июня того же года. Фриск потерял всю свою власть. Несколько выживших сбежали, а остальные заперлись в столовой. Сам же Фриск решил запереться в питомнике с собаками. Для защиты. У меня не было выбора. Пришлось последовать за ним, чтобы закончить отчет. Так что Фриск, видимо, где-то здесь, да? Сентябрь. Что-то какой-то странный значок. Это упростительный знак, похоже. Но, видимо, это уже другой год, а может и не сентябрь даже. Я потерял чувство времени, но Фриску, похоже, все нравится. Он очень полюбил собак. Каждый день он выходит из питомника на добычу еды, который потом скармливает живот, несмотря на то, что многие из них заражены. Октябрь. У Фриска появились какие-то странные симптомы. Он стал чувствительным к свету. Даже малейший отбреск пугает его. Также он обнаруживает почти животные признаки. Копает отверстия в стенах и прячется там. К тому же я подозреваю, что он покидает комплекс по ночам и, наверное, ходит даже в шахты. Некоторые собаки умерли. Какая жуть. Да я бы придушил нахер этого урода. Чем еще наблюдать за его мутациями такими жуткими. Запись 8. Он уже совсем там сбился со времени, похоже. Я уже долгое время наблюдаю за Фриском и думаю, могу закончить свой отчет. Он чрезвычайно эффективен, хотя теперь я вынужден подвергать его суждение сомнений. Несмотря на то, что у нас еще много еды, я боюсь, он начал есть собак. Запись 9. Когда я проснулся этим утром, рядом со мной на полу лежал труп. Я зажег фонарик, испугавшись, что Фриска могли убить. Или он сам наложил на себя руки. Когда я это сделал, то краем глаза увидел, как Фриск убегает назад в тень. Мертвецом оказался доктор Робертс, ученый. А я-то думал, что он сбежал в шахты при первых признаках эпидемии. Его тело было обглотано в нескольких местах. Видимо, его долго тащили. К тому же у него отсутствовал язык. Я продолжу наблюдать за Фриском, но при ему необходимые меры предосторожности. А, подожди, это же знаешь что? Это когда мы вначале первые пенумбры сначала слышали за дверью странные придыхания, вздохи. Потом нашли язык, почитали про доктора, который ел пауков. В результате ему пришлось отрезать себе язык. А потом его, видимо, поймал вот как раз этот ученый, мутирующий. Притащил сюда, по дороге пожрал маленько. Так вот, кто там приходил, кого мы тогда испугались на выходе из пещер тех. В общем, вот оно как все оказывается. Эти вещи, они забирают меня. Они не забирают меня. Я нужен им, они меня затягивают. Это все очень плохо, конечно. Но, по крайней мере, в одно крыло этого питомника мы сходили. Что это нам дается? Я надеюсь, это повключало везде свет и переполошило всех собак. Надеюсь, они вышли в коридор. Потому что это будет очень весело. Но вообще, по идее, конечно, это полная жоба. Так, ладно. Тихо, тихо. Кого я слышал? Охереть. Я выключил свет. Но не надо. Не надо. Так, все, план действий. Я сейчас на всех парах ломлюсь к выходу. И выбегаю. Потому что красцы, это выше моих сил. Погнали. Погнали, называется. Это что было? Вот я всрался. Ёлки-палки. Так. Че это такое? Какого хера? Какого хера? Твою мать. Че что это было? Я не понял. Ай, бляха-муха. Откуда? Откуда? Откуда меня убили? Может, она по потолку перемещается? Как? Откуда? Че это такое вообще? Что-то ползает в стенах. Ну, я понял. Но что ползает и где? Я, честно говоря, не понимаю. Так. Это что-то, видимо, только при удочинном свете нападает. Но, тем не менее. Давайте-ка мы исследуем сначала эту сторону. Пока спокойно, вроде как. Если это действительно спокойно. Трупы. Вы, приматы, просто созданы для того, чтобы находить опасность. А потом бросаться на нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться. Какого хера? Ты кто такой вообще? Спокойно скажешь, что уже, блин, Артур. Че там ползает, я не помню. Не думаю, что туда стоит идти сейчас. Так, короче говоря, у меня все это до канала. Мне нужно отдохнуть маленько. Пойдемте запишемся и продолжать будем уже позже. Нервы мои тоже. Конечно, как стальные канаты, но тем не менее. Даже стальным канатам иногда нужно отдыхать. Какой кошмар. Так, давайте закроемся. У меня это все до канала. Нужно найти карту ключ. Нужно как-то осветить темный коридор в питомнике. Понятно. Короче говоря, давайте сохранимся. И в принципе все. Надеюсь, вам понравилось. Я вернусь к игре, как обычно, через несколько дней. Со свежими силами. Я думаю, мы пройдем эти жуткие места. Разберемся, что именно же делать в этом коридоре, в котором, судя по всему, нас при любом раскладе, при выключенном свете ждет смерть. Видимо, надо как-то осветить. Ладно, разберемся в следующей части. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока-пока.